Здравствуйте, друзья! Любите ли вы путешествовать? Если да, то предлагаем вам отправиться вместе с нами в Москву. Всем известно, что Москва – столица нашей страны, самой большой в мире. Еще это один из крупнейших на планете городов и один из главных центров культуры. Здесь находится величайшая в Европе российская государственная библиотека, множество памятников архитектуры, знаменитых музеев, театров, парков и выставок. Предлагаем посетить одну из главных достопримечательностей нашей столицы – ВДНХ. А поможет нам совершить увлекательную экскурсию по легендарной выставке книга Наталья и Василия Волковых «ВДНХ. Главная выставка страны». Это необычное место появилось в Москве в конце 30-х годов прошлого века. Как только оно не называлось за свою историю. ВСХВ, ВДНХ, ВВЦ и снова ВДНХ. Устроители выставки хотели удивить весь мир. Архитекторы и инженеры создали немало проектов по благоустройству. Там были и самодвижущиеся дороги, и речные трамвайчики, огромные башни и гигантские павильоны. Но по разным причинам строительство затянулось, и дату открытия несколько раз переносили. Но торжественное открытие все-таки состоялось. Это было 1 августа 1939 года, и стало событием государственной важности. На огромной территории было построено множество выставочных павильонов. В одних можно было увидеть самые новые технические изобретения, в других – узнать, как живут разные народы. Все самое новое и интересное непременно попадало на выставку. В прудах можно было увидеть, какая в стране разводится рыба. В садах и на полях – как растет урожай. На пасеке – как получают мед. Здесь были даже уменьшенные копии настоящих предприятий. Работал маленький сахарный завод. Был макет гидроэлектростанции, где по-настоящему вращались турбины. На выставочной территории были почта, магазины, спиркасса, театр, библиотека, кинотеатр и даже цирк. А еще можно было прогуляться по парку с прекрасными фонтанами и вкусно поесть, почитать книжку и сходить в театр. Выставка очень полюбилась жителям всей страны и стала одной из главных достопримечательностей столицы. Но люди приезжали на выставку не только посмотреть все самое новое и интересное. Многие здесь учились и работали. Для них читали лекции и проводили практические занятия. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, так раньше называлась в ДНХ, работала только в теплые дни, так как все павильоны были деревянными. Особо ценные материалы вывозили на зиму в отапливаемые помещения, а растения укрывали. В таком режиме выставка проработала два года, пока не началась Великая Отечественная война. Во время войны все было закрыто. Сотрудники отправились на фронт, многие экспонаты перевезли в города, где не было боевых действий и бомбежек. После войны выставка открылась только в 1954 году, хотя ее территория мало пострадала. В то время имелись более важные объекты для восстановления – школы, больницы, заводы и жилые дома. Планировка осталась прежней, но большинство павильонов были построены заново в пышном дворцовом стиле. А спустя еще два года здесь было уже не только сельское хозяйство. В стране стремительно развивалась наука и тяжелая промышленность, поэтому на территории открылась промышленная выставка. В 1959 году обе выставки объединили и дали им новое название – «Выставка достижений народного хозяйства», то есть ВДНХ. Павильоны стали приобретать другой вид, менялись названия экспозиции. В результате промышленные павильоны оказались оформлены национальными мотивами. В 1991 году распался СССР. Все республики стали отдельными странами и зажили сами по себе. Из-за таких огромных изменений выставка пришла в запустение и была в очередной раз переименована. Теперь она стала называться Всероссийский выставочный центр ВВЦ. Лишь в нескольких павильонах иногда по-прежнему проходили выставки, большинство же из них закрылись или превратились в магазины. В 2014 году выставке исполнилось 75 лет. В преддверии этого события начались перемены, вернувшие выставке славу одного из лучших мест в городе. Начался ремонт павильонов, были восстановлены цветники и фонтаны. А еще появилось много нового, например, москвариум, где живут морские животные и рыбы, ландшафтный парк, демонстрирующий разные виды природы, экологическая тропа, расположенная на высоте 6 метров и многое другое. Сегодня ВДНХ – одно из красивейших и любимых мест отдыха в Москве. Давайте же и мы пройдемся по его аллеям и увидим все самое интересное. Встречает посетителей арка главного входа ВДНХ. Это парадный вход на выставку, открывающий центральную аллею. Он был построен в 1951-54 годах и представляет собой триумфальную арку, которая помимо украшения главного входа на выставку, также символизирует победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Автором проекта стал архитектор Иннокентий Мельчаков. Арка оформлена в стиле сталинского ампира. Она состоит из шести пар колонн, украшенных барельефами с изображениями представителей сельскохозяйственных профессий. Над центральным проемом арки расположен барельеф с изображением герба СССР в окружении знамен. Венчает арку скульптура-тракторист и колхозница, скульптор Сергей Орлов, олицетворяющая промышленность и сельское хозяйство. Люди, изображенные в скульптуре, держат над головой сноб колосьев. Не менее впечатляющее сооружение – рабочие колхозницы. Выдающийся памятник монументального искусства, один из символов не только ВДНХ, но и всей столицы, а также официальная эмблема Мосфильма. Эта скульптура известна во всем мире, но сделана она была для Всемирной выставки, которая проходила в Париже в 1937 году. Обычно для крупных международных выставок каждая страна строила свой павильон, и все старались придумать что-нибудь впечатляющее, чтобы поразить посетителей. Решили, что на крышу советского павильона нужно поставить грандиозную скульптуру. В конкурсе победила работа Веры Мухиной, символизирующая союз рабочих и колхозников. Высота статуи – 20 метров. В создании элементов скульптуры участвовали 150 рабочих. Весной 1937 года детали были перевезены в Париж и собраны на крыше советского павильона. После выставки, где скульптура стала настоящим событием, ее разобрали и привезли в Москву, и собрали перед входом на выставку ВДНХ, но на более низком постаменте, чем в Париже. И только в 2009 году, после очередной реставрации, рабочие и колхозницы были подняты на высоту, а в павильоне-постаменте под ней открыт музейно-выставочный комплекс. Один из самых известных на выставке павильонов «Космос» при открытии назывался «Механизация» и был заполнен тракторами, комбайнами и другими видами сельскохозяйственной техники. После войны его дополнили гигантским куполом и фасадами с фигурами механизатора и трактористки на башне. С 1967 года павильон стал именоваться «Космос». Здесь были представлены все виды спутников. Большой популярностью у детей пользовались скафандры и тюбики с настоящей космической едой. Перед павильоном стоит макет ракеты «Восток». На такой в космос отправлялись собаки «Белка» и «Стрелка», а также первый космонавт Юрий Гагарин. Помимо различных красивейших павильонов и скульптур на территории выставки множество невероятных фонтанов, производящих огромное впечатление на посетителей. Давайте остановимся и полюбуемся на самые большие и знаменитые. В центре потрясающего фонтана «Дружба народов» установлена композиция в виде золотого снопа из разных злаковых культур. Пшеницы, ржи и других. А вокруг стоят 16 девушек, которые символизировали республики, входившие в то время в состав СССР. «Почему 16?» – спросите вы. Ведь всем известно, что республик 15, 15 республик, 15 сестер. Но дело в том, что вплоть до 1956 года существовала отдельная Карелло-Финская СССР, затем включенная в состав РСФСР. Каждая из девушек республик одета в национальный костюм и держит различные фрукты или растения. Например, Россия – пшеницу. Белоруссия запечатлена в повязанной косынке и с яблоком в руке. В проекте фонтан разрабатывался как главный фонтан. На этапе строительства его называли «Золотой сноб». И только перед самым открытием его назвали «Дружба народов». Еще один знаменитый фонтан – «Каменный цветок» – стал первым светомузыкальным фонтаном в нашей стране. Идея фонтана пришла скульптору Прокопию Добрынину после того, как он листал перед сном сказки Павла Бажова. Перед его глазами вдруг предстал каменный цветок, увитый струями воды и сверкающий драгоценными камнями. Чтобы воплотить мечту, потребовалось полтора года. Именно столько времени изготавливали все детали цветка. Вокруг огромного каменного цветка по всему бассейну установлены изображения птиц, фруктов, колосьев. И скульптур тоже бьют струи воды, а всего в фонтане – тысячи струй. В ДНХ больше, чем просто парк. Это огромная территория, которая объединила музеи, рестораны, публичное пространство, аттракционы и многое другое. Это место с интересной и богатой историей. На территории выставочного комплекса есть что посмотреть и чем заняться. А для тех, кто не знает, с чего начать экскурсию, по одной из самых красивейших и знаменитых выставок разработаны тематические маршруты. Спасибо за внимание! А мы приглашаем всех в нашу библиотеку за интересными книгами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова